всем привет друзья это сяоми и этот сяоми сейчас конкретно подешевел сейчас мы поговорим о его конкуренте главном конкуренте ну по-любому этот сяоми рвет все самсунги все айфоны но айфоны понятное дело что они там в другой стороне за другие цены за другие деньги но все же по характеристикам он все равно его кое в чем-то превосходит это супер гипер пупер бюджетник и действительно цена просто поразительная вот если мы сейчас перейдем хотя для начала хочу напомнить что можете получить такой телефон совершенно бесплатно этот смартфон обладает хорошим качественным дисплеем amoled матрица 120 герц дисплей водопад сканчика пальца под дисплеем металлическая рамка сзади стекло nfc на борту что необходимо сделать для того чтобы выиграть этот смартфон перейти по ссылке в описании под этим видео роликом там будет телеграм-канал скидки на алиэкспресс подписаться на телеграм скидки на алиэкспресс первое и второе нажимать кнопку участвовать в розыгрыше этого смартфона переходим в алиэкспресс смотрите и что мы имеем на данный момент вот 8 128 гигабайт темной версии темная версия мне не темная такая вот голубенькая версия но темная тут такая почти черная имейте ввиду что это глянец глянцевый пластиком пачкается заляпывается если без чехла носить то лучше такую версию брать посветлее либо зеленую либо синюю темную чехлом и так 15 тысяч рублей минус 2654 считаете уже 12 с половиной тысяч рублей но эта версия без нфс имейте ввиду что если нфс берете чуть-чуть она подороже получается это 15 86 это 15 173 но стоит переплатить какие-то копейки опять-таки минус 2654 учитывайте что при этом обязательно пользуйтесь кэшбэк сервисами и кэшбэком на своей карте того получается где-то в районе 12 тысяч рублей это redmi note 13 глобальная версия и почему и ради чего стоит его покупать в первую очередь его стоит покупать ради его дисплея пиковая яркость 1800 нит заявленная на действительно наутно солнце если вы возьмете фонарик просто будете светить на датчик освещенности он так и выдаст более того здесь защита для глаз шима здесь нет абсолютно глаза не вытекают сопли не вылазит из ноздрей на рынке это самый лучший дисплей допустим я вам хочу еще продемонстрировать еще один плюс этого экрана это рамки белую тему устанавливаем смотрите здесь небольшой подбородок снизу сверху и по бокам вообще все шикарно смотрится здесь еще и 120 герц правда работает эти 120 герц исключительно хорошо исключительно работает только в самой системе не во всех приложениях это срабатывает потому как здесь не самый мощный процессор ну и плюс оптимизация не у всех приложений не у всех еще игр ну и принципе наверное но чуть-чуть не хватает конечно же ему мощности производительности его процессора здесь установлен процессор но это правда плюс опять-таки от компании qualcomm snapdragon 685 который набирает 342 тысячи баллов это немного на данный момент но на средних настройках игры тянет причем неплохо тянет и при этом и яркость не сбрасывает и плюс-минус 40 50 fps выдает в общем играбельно на средних настройках 10 касаний поддерживает мультитач ну и вообще 6 на метров техпроцесс у этого snapdragon управление жестами на все понятное дело немаловажно то что здесь подэкранный сканчатка пальца работает достаточно быстро расположен слегка низковато может повыше ну я наверно придираюсь неплохо расположен очень адекватно и быстро срабатывает также адекватно срабатывает face unlock в том числе есть три с половиной миниджек по памяти кстати говоря берете минималку засовывайте сюда карту памяти тут сдвоенный лоточек можно до 1 терабайт сюда запихнуть лоток снизу расположен и что еще так это вы получаете стереозвук за эти же деньги что поищите стереозвук а теперь давайте для сравнения у него конкурент на данный момент samsung galaxy a 15 примерно плюс минус также стоит вы сходите в магазин в любой магазин да даже просто не надо идти магазин там понятно дело вот эти льдорады мтс какие там еще м видео они с завышением продают ну допустим пускай будет яндекс маркет это не реклама пускай еще пятерочка скажу пятерочку сходите возьмите сам сутка подержите посмотрите на его amoled дисплей которых слова говоря вообще 90 герц не 120 и он там также работает исключительно в интерфейсе там просто ублюданские позорные рамки вокруг дисплея они просто невероятно широкие по сравнению с этим и у него вырез у него даже вот здесь маленький такой вырез под фронталку а там просто каплевидный вырез такой широкой рамкой сверху широчайшим подбородком да и по бокам знаете не очень в общем ублюданские ну казалось бы samsung номер один по производству дисплеев и ставят такие позорные на мой взгляд но это позор просто позор ставить такие дисплеи на свои аппараты я не знаю как это происходит самсунга но вот так да там еще нет стереозвука здесь он есть давайте продемонстрирую звук делаем на всю погнали должен отметить что вот с этой прорези второй динамик исходит звук на 50 процентов тише нижнего но это стереозвук это приятный стереозвук для 12 тысяч рублей это очень неплохо даже есть басы они может не очень ощутимо но они все-таки есть звучание достаточно громкая отличное звучание для бюджетника это просто космос космос дисплей космос и и звучание экран действительно бомбический по поводу iphone я говорил зарекался ну смотрите здесь 33 ватта зарядка да кстати я не сказал здесь же прекрасная комплектация вы изначально покупаете смартфон у вас все есть абсолютно все у вас вот такой вот чехол хорошего качества у вас естественно и зарядка в комплекте в отличие от самсунга у вас пленка в отличие от самсунга приклеена уже с завода но и зарядка 33 ватта да это час 20 здесь 5000 мАч аккумулятор держит хорошо полтора суток стабильно даже больше потому что не требует процессор но все-таки вы все из коробки получаете опять-таки 33 ватта пускай это час-двадцать даже заряжать но берем самсунге там даже флагманы меньше меньше 33 ватт берем айфоны тоже меньше и в этом он превосходит если к порту управления бытовой техники можно использовать как пульт в том числе внутри с половиной джек я уже говорил в целом собран красиво хорошо качественно до прямой играни трендом следует можно даже установить как-то видео может поснимать правда для видео он не подходит этот единственный один из недостатков это его видеосъемка вот сейчас посмотрите пример видео итак основной модуль камеры full hd 30 кадров редми ноут 13 ну и возьму на себя небольшой любую груз что ли ответственности попытаюсь вам посоветовать объяснить ситуацию в целом если вы покупаете допустим на ближайшие два-три года аппарат неважно какой будь то это вот этот редми как будто там samsung iphone вообще по барабану но смотрите тут несколько факторов складывается потому что я советую лучше покупать потому как во первых ну самые такие простые давайте от простого до сложного то что уже доллар подскочил там что-то 94 с лишним его искусственно удерживает правительство понятное дело я бы даже сказал и такая знаете справедливая цена доллара но это в районе я так считаю что 120 130 рубликов за один бакс сейчас сдерживают там специально заставляют по закону продавать выручку валютную корпорации с апреля не знаю продлят это или нет плюс ключевая ставка там сколько 16 процентов все это влияет конечно благотворно на курс доллара но даже при 94 рублях этот смартфон стоит достаточно дешево и дешевле даже чем было раньше ранее где-то месяц назад это первое второе инфляция третье и самое неочевидное хотя это уже известно многим то что официальные ритейлеры такие как те же самые эльдорадо кто-то у нас днс видео это не реклама пятерочка магнит уже заявили что подражает где-то процентов на 10 а то и 15 это значит еще больше будет они прибрехивают из-за того что новые законы по пошлинам воста вот это все плюс к этому прибавьте еще курс доллара плюс к этому прибавьте инфляцию в общем все подражает пока еще продают понятное дело там старые закупки у них были еще старых со старых закупок старые партии по одним ценам хотя уже уже повысили цены но еще не ощутимо через месяц через два уже будет ощутимо так что если два-три года то советую советую брать не раздумывая неважно какой смартфон неважно какую технику бытовую или там допустим не знаю что он ноутбук и на бук и так далее ну что касаемо эту смартфона вы видите как он записывает видео если в статическом изображении не дергаться не прыгать не бегать то принципе нормально камера конечно слабенько ветер сильно задувает я надеюсь там хорошо не слышно столько самый конкурент в опять-таки но прямой конкурент samsung и опять-таки наверно свет его ругаю это правда не считаю да там тоже есть ширик ширик там правда не 8 мегапикселей как здесь а вообще 5 и он просто не хочется говорить каких-то гадостей типа он кусок говна и все такое да по факту так и является никакой он там вообще никакой да там helio g99 чуть помощнее процессор но процессор там не спасает телефон тут могучий будет что касаемо прошивок там тоже прилетает часто прошивки но прошивки но и раз даже не улучшает и ухудшает допустим вот у меня прилетела прошивка на samsung dls с 22 утра и после этой прошивки зараза ну некоторые функции ухудшились допустим редактирует видео бывает такой вы знаете сняли видео она кверх тормашками его надо перевернуть показывать стабилизацию изображения перевернуть обратно раньше это занимало буквально несколько десятков секунд сейчас это занимает несколько иной раз десятков минут до не очень этим не доволен вот протела обновление все испортила здесь иногда срабатывает не очень имею дуна редми но 13 ну так он снимает давайте пройдемся удерживаю двумя руками пошел быстро ну вот такая у нас стабилизация изображения немного зелени макро снимает я считаю за свои деньги адекватно то есть оправданно это бюджетник все-таки я ничего не утаиваю говорю как есть его недостатки это камера слабая камера как у всех бюджетников тут просто никакого прорыва нет прорыв лишь цене в его сборке его дисплея на кино нужно все рассказал и вот так он снимает сейчас еще ширик покажу коротко теперь ширик с того же ракурса пошел получите 30 кадров так пошли сюда наверное 30 кадров одной рукой держим трясется сейчас двумя наверно лучше ничего не не очень тепло солнцем 30 35 ну вот так вот он снимает может быть я сильно придираюсь к нему лучше найти будет очень сложно а если какой-нибудь infinix какой-нибудь текна текна еще надо смотреть плюс-минус везде свои недочеты есть короче проблема здесь да со стабилизацией изображения да и в целом но снимает максимально full hd 30 кадров а пускай даже это и samsung модуль здесь 108 мегапикселей камера основной основной модуль кстати плюс огромный что есть ширик да уносит мегапикселей но он здесь есть бюджетники он есть слабенькая фронтальная камера слабенькая основной модуль камеры короче для создания контента и его публикации где-нибудь там на ютюбе на дзене даже не думайте и рядом по камере по видеозаписи прямо очень слабо очень очень слабо но что касаемо фото хороших условиях освещения они не позорные они неплохие по фото нормально но в целом камеры слабые хотя вполне соответствует его стоимости и опять-таки опираясь на то что может предложить вам samsung я вас уверяют там не лучшим образом дела обстоят я бы даже сказал в некоторых сценариях даже хуже здесь есть always on display которых слову говоря его здесь и нет в принципе потому как работает он всего лишь 10 секунд вот сейчас можете мы его наблюдать вот он вы скажете это недостаток опять-таки у самсунга у того же самого a15 тоже нет always on display вообще нет здесь хотя бы 10 секунд 15 проигрывает по всем фронтам самое главное что там нет стереозвука 90 герц ублюдочные эти рамки каждому все на выбор и конечно ублюдочные у них комплектация здесь все есть если вы хотите видеосъемку получше чтобы было более-менее хорошая стабизация изображения чтобы было более побыстрее зарядка присмотритесь уже к старшей модели это redmi note 13 pro тут вы уже получаете видеосъемку с электронной стабизации изображения и 200 мегапикселей камеру и 67 ватт зарядку то есть он заряжается буквально смысле за 40 45 минут вот и все принципе что вам необходимо было знать самое главное про этот смартфон подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм-канал скидки на алиэкспресс там публикуются самые лучшие цены самые лучшие скидки с алиэкспресса в том числе и такие интересные аппараты от компании сяоми с вас лайк подписка пожалуйста по-братски всем пока